Если вы смотрели предыдущий ролик, то вы можете мне сказать, что да, Данила, ЗДС и все прочие люди, ты был прав, ты молодец, ты красава, Даймонд РП действительно потихонечку, такими, знаешь, семимильными шагами идет вот к Аризоне РП, приближается, по крайней мере, потому что люди, работающие в данный момент над Даймонд РП, они бывшие выходцы с Аризоны РП. И если Тони Баррер, что логично, делал проект похожий на Адванс РП, потому что он там был администратором, по-моему, главным на Вайтсервере, то вот сейчас чуваки с Аризоны РП будут делать Даймонд похожим на Аризону РП. Нас ждет такая, знаете, не то чтобы революция, хотя, может быть, это можно назвать и вот таким, знаете, большим, огромнейшим словом, но тут скорее подойдет, что вот они делают все более, так знаете, по-молодежному. Вот эти вот все аксессуары, YouTube Coins, все прочее, то есть это прям вот путь Аризоны РП, как лично я подозреваю, как лично я думаю, и будет интересно, а получится ли вот с таким подходом чего-то добиться вот большего во всей вот этой вот сфере GTA Sampo, вот я хотел сказать GTA CRMP, но это GTA Sampo. И давайте сейчас вот обсудим очередную новость, связанную как раз-таки с переходом от Даймонд РП к Аризона РП-2. Лидерам на Даймонд Ролеплей расширят возможности управления фракцией. Они смогут настраивать доступ к командам, скинам, авто и оружию по рангам. Все, то есть тут даже нам, знаете, Ром Козлобин не сказал типа как вам или типа там, а поднимется ли после этого онлайн, там вот этот вот вопросик, восклицательный знак, звездочка, нолик, крестик, вот и все прочее. То есть тут даже вот такого ничего не было. И понимаете в чем дело? То есть тут прям вот, если в прошлый раз мы видели то, что все это было вот у Аризоны РП со всеми этими коинсами, со всеми вот этими вот прочими вещами, то тут мы более так видим, что вот тут вот чувствуется рука Эвольф Ролеплей. К сожалению, я никогда не был лидером на Аризоне РП и я не знаю как там все это работает, но в данном случае я видел некоторые ролики по Эвольф Ролеплей, когда делал сам обзор на Максима Кудрёвцева, я там все это видел и как лично мне кажется, то что там все вот это вот прям сделано максимально, ну наверное нормально, как лично вот я подозреваю. То есть такое должно быть везде. Скорее всего на Аризоне РП какая-то вот подобная схема, какая-то вот подобная система, она также реализована. Я более чем во всем этом уверен, то что там кастомизация на Аризоне РП, вы сами знаете какая, вы сами и без меня знаете какие возможности вообще есть на Аризоне РП для абсолютно любого игрока. Допустим, любите вы там, знаете, быть обычным игроком во фракции? Пожалуйста, большой функционал. Любите вы быть лидером? Пожалуйста, там тоже огромнейший функционал. Любите вы там, я не знаю, допустим, просто кататься, ездить без всего, без дела и для вас есть много всего. Вы можете там, знаете, купить машину, купить на нее твин турбо, купить на нее там, я не знаю, нагнетатель, купить на нее какой-нибудь внешний тюнинг нацепить, все прочее. То есть на Аризоне РП это выглядит сейчас как такая, знаете, засирание Даймонд РП и реклама Аризоне РП. Но нет, это констатация факта, не то, что Даймонд РП говно, нет, просто Аризоне РП гораздо более технологичнее, чем Даймонд РП. И вот сейчас, когда чуваки из Аризоне РП и с Эволюва, которые сейчас управляют Даймондом, когда они начинают все это делать, то чувствуется прям такая рука. И возможно в будущем, что Даймонд РП станет таким, знаете, симбиозом Аризоне РП и Эволюф Ролеплей. Хотел сказать Даймонд РП, но нет, Эволюф Ролеплей. И было бы, знаете, максимально интересно, что будет преобладать во всем этом проекте. Там, знаете, Аризоне РП или вот Эволюф Ролеплей. То есть если это Эволюф Ролеплей, то это Каптуры, это там, знаете, Кахановский, пиу-пиу, вот это вот все прочее. Но я думаю, что поживем, увидим, как там все получится, как там все выйдет, как там все вообще у всех чуваков будет на Аризоне РП. Однако, что я хочу вам сказать по поводу всего этого. Я играл, я снимал, я делал все прочие вещи. Я даже, так знаете, косвенно рассказывал про проект в GTA Самп, Аризоне Ролеплей, а играю я на сервере Феникс. Поэтому, если вы хотите тоже там играть, то там есть, знаете ли, в описании мой никнейм Данте Коннор. Также там есть мой промокод, хэштег NoToxic54. И там есть много всяких полезных вещей, которые вам будут необходимы, нужны и еще раз, возможно, даже необходимы. Там же в описании есть ссылочка на мой Телеграм-канал, вы туда тоже можете зайти. Там вы можете все это посмотреть, отсмотреть и сделать прочие вещи. Поэтому, вот, заходите, там, знаете, вот, ссылка будет в описании. Увидимся тут же завтра, и я надеюсь, что все это будет в 20.00. Всем спасибо за просмотр, всем пока, и всем, разумеется, до свидания, и еще раз пока.